Добро пожаловать к нам домой. Это первый наш концерт в прямом эфире. Мы волнуемся, так что не сидите настрого. Это мой папа Сергей Воронин. Очень приятно. Он полковник МВД на пенсии, доктор юридических наук, большой любитель музыки, хоть и без специального образования, очень здорово играет и сегодня вам это продемонстрирует. В общем, давай, наверное, покажем наш инструмент, покажем нашу комнату. Да, это легендарный инструмент Роланд. Я его купил в магазине «Музыкант» в Барнауле в 2002 году. Такие инструменты сейчас уже не выпускаются. Чем его достоинство? Он полностью молоточковый, 88 клавиш, и фактически через плечо можно носить с собой по стране, что я успешно и делал, целый рояль. По звуку это настоящий рояль, вы в этом убедитесь. Он проехал всю страну, был в Москве, в Хабаровске, в Красноярске и заканчивает свою жизнь. Ну, я думаю, еще долго не будет заканчивать в Барнауле. Мы сейчас покажем вам его. Так, вот наш инструмент Роланд Диджитал Пена FP3. Все пишут, приятно познакомиться. Это педаль рояльного типа. Вот недавно рассказывала про инструменты. Вот наша педаль, очень удобная. Правда же? В нашей семье мы тут недавно выяснили всего лишь инструменты двух марок Роланд и Ямаха. Пап, как тебе инструменты этих компаний? Ну, на мой взгляд, я играл на корках и на Кассио, и могу сказать, на Янсонике, на американцы. Вот, это самое удобное, самое максимально приближенное к оригиналу звук фортепиано. Вот, для музыкантов, вот инструменты такого класса, это вообще находка. Потому что, практически, ты можешь иметь дома настоящий фортепиано, настоящий рояль. Да, но нужно сказать, что такие инструменты фирмы Роланд уже не выпускаются. Он раритетный, ему более 20 лет. Но выпускаются другие замечательные модели этой же компании. И, заметьте, в этой модели нет динамиков. То есть, папе пришлось приобрести отдельно колонки. Сейчас такая редкость, обычно уже в инструментах есть динамики. Правда? Очень хорошая акустическая система, английская, вот, Soundcraft. Так что, мы рекомендуем инструменты компании фирмы Роланд и маховские инструменты. Потому что у нас их несколько, а не один. И пользуемся мы ими давно уже. И довольно много их используем. И ничего им не делается. Ой, еще один к нам присоединился, зритель. Здравствуйте, здравствуйте, мы очень вам рады. Собственно, переключу на себя. Друзья, зачем мы сегодня все собрались? Поговорить о таком жанре, как рок-опера. Потому что, честно говоря, если бы не мой папа, я бы не знала, что это такое. Поскольку в музыкальной школе, в музыкальном колледже, консерватории не изучается подобный жанр. Проходится только высокое искусство жанра оперы. Итак, что же такое рок-опера? Это, как и классическая опера, музыкально-сценическое произведение. Здесь сюжет рассказывается не словом, а за счет музыкальных номеров. Арий, дуэтов, хоровых сцен. Что такое арий, кстати? Это сольный номер. Рок-опера зародилась в конце 60-х годов. Ее основоположником является Пит Таунсенд. Это лидер рок-группы The Who, которая в 69-м году выпустила альбом Tommy. И на обложке этого альбома было написано «Новый жанр рок-опера». И таким образом она появилась. Про рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда» Лойда Ойбера я расскажу чуть позже. Давайте, наверное, уже послушаем некоторые темы из этой оперы, из которых папа сделал попыри. А затем поговорим. Ладно? Готовы слушать? Давайте послушаем. Иисус Христос, суперзвезда Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 вам петь или на такой полуистерической манере то есть это то что от рока есть в этой опере а что от классической опере это использование ведь мотивной системы то есть у определенного состояния в этой опере есть своя тема например есть тема грусти и одиночества которая звучит в саду когда иисус христос молится перед тем как его арестовали и это же тема повторяется да да и та же тема повторяется в эпилогии когда он уже вот это тема спасибо папочка для чего мы вам это рассказываем чтобы когда вы все-таки проникли сейчас этой музыкой и включили слушать всю рок-оперу на что я очень надеюсь вы уже знали эти темы и сказали о я их слышал я знаю что эта тема грусти и одиночества вторая тема или тема это тема антагонистов христа которая встречается во время его приговора и в номере иуды давай тоже ее сыграем чтобы узнали наши сцены и развлечения иудеи номер 5 спасибо бабочка и третий номер который вы тоже если включите целиком слушать но оперу узнаете это ария в марии магдалины давай тоже и сыграем очень красивая музыка спасибо папочка мы уже упомянули такого отечественного композитора как алексей рыбников который тоже писал рок-оперы и и есть знаменитая его опера и нона и авось который он тоже использует систему лейтмотивов где тема проходит течение оперы и повторяется в конце такой репризный прием папа решил тоже исполнить какой-нибудь красивый хит из оперы нона и авось даю тебе слово и музыкальное слово в том числе знаменитый хит восемьдесят первого года ты меня на рассвете разбудишь значит она проходит через лейтмотивом как раз через все произведение и очень праздновательная тема и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Это мы ее пели в семейном исполнении. Да, я может подпою даже, если решусь. Да, я попробую подпеть. Как помыть у тебя на утро Дрежние мечты и адреса И не забыть поздравить здесь Сейчас и больше никогда Не перечеркнуть и не исправить Обыкновенная людь, как сумасшедшая комета Ты летела к нам и две судьбы спалила в ночь И с неба каплями летят Осколки солнечного лета Мы сошли с ума И за окном осенний дождь Мы пытались расставаться Обещали не сдаваться Терковаться больше нету сил На рассвете стук трамвая Разнимались, понимая Внимая дождик морозил Обыкновенная людь, как сумасшедшая комета Прилетела к нам и две судьбы спалила в ночь А с неба каплями летят Осколки солнечного лета Мы сошли с ума И за окном осенний дождь Люди хлопают тебе Тут присылают Аплодисменты Ну что, мы в заключении Нашего семейного первого концерта Что будем слушать? Давайте я сыграю вам тогда еще Одна рок-опера Которая, в общем-то, работает Я считаю, юношеская Называется, тоже можете набрать ее в ютубе Это рок-опера спецназ История моего современника Это история чеченской войны Но это либретто уже твое Либретто мое Либретто полностью мое Судьба офицера Который прошел жизнь от студента Долгую жизнь Попал в плен Много переосмыслил в Чечне Я отправлял ее в театр советской армии Они сказали, что материал очень хороший Но пока еще свежа рана от этой войны Ставить ее невозможно Вот я сыграю тему Которая лейкмотивом проходит Она является арией Сережи Птицына Офицера И проходит и является финальным кодом Так что либретто Сергея Воронина Музыка Сергея Воронина Рок-опера спецназ Можете ознакомиться со всей рок-оперой На ютуб канале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Музыка Сергея Воронина Музыка Сергея Воронина Музыка Сергея Воронина Субтитры Алексею Дубровскому Музыка Сергея Воронина папочка спасибо тебе такое большое за супер концерт люди пишут и я тоже говорю спасибо что нашли время присоединились когда могли мне это очень приятно это нам очень важно ну будем прощаться потому что тайминг наш на исходе если будут какие-то пожелания пишите директе можете здесь еще позадавать нам вопросы вот прям сейчас есть минуточка если есть какие-то вопросы пожелания по поводу следующих тем будем стараться делать такие прямые эфиры семейных концертов иногда вот жду ваши рекомендации пожелания напоследок нам доброе слово спасибо всем кто присоединился давай вот почитаю все комментарии которые есть это первый наш опыт вот смотри какие здравствуйте рада круто пишут лайки ставят класс приятно познакомиться пишешь какие сообщения папа молодец как вам повезло с папой браво браво респект круто браво да все прочитали спасибо спасибо большое в общем если будут какие-то пожелания жду в директе александр спасибо пишут ждем следующего эфира сонечка привет привет это привет нам из ипонии кстати так что у нас уже международный проект семейные вечера у ворониных ладно будем прощаться до скорой встречи хорошего вам дня теперь надо как-то не понять вот пишут спасибо за концерт как нам отключаться все хорошего всем дня надеюсь что вам все понравилось шлют огонечки лайки спасибо большое до свидания а как нам закончить как нам выйти meme и